Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами». И с нами сегодня наш коллега из Санкт-Петербурга Даниил Волков. Даниил, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Рад тоже всех приветствовать! Сегодня пятничный обзор, посмотрим инструменты. Да, давайте посмотрим, что интересного. Включая демонстрацию экрана, сегодня много таких идей было интересных на торговлю. Сейчас с вами поделюсь. Ну, возможно, что-то уже отработало, а что-то, может быть, еще и отработает. Основная у меня идея была, ну, вот с индекса РТС начнем, покажу, что я предполагал, какие были ожидания на сегодняшний день. Но основное ожидание, то, что у нас идет коррекционный пока рост, но сейчас мне это очень не нравится, то, что уже там раз, два, три, четыре, ну, уже неделю или даже чуть больше мы стоим на месте, вот в таком диапазоне. Зажали верхняя граница, там, в районе 116,500, нижняя граница, там, 112,500. То есть в этом диапазоне туда-сюда ходим, мне это очень не нравится. То есть я ожидаю, что будет какой-то все-таки выход, и этот выход, мне кажется, он будет вниз. Почему вниз? Ну, потому что, смотрите, у нас возобновление от уровня покупок идет сейчас очень слабо. То есть если раньше мы одной свечкой так закрывались вверх и проходили расстояние, там, в районе 5-6 тысяч, то теперь от этого уровня мы начинаем расти уже пятью барами вверх, еще даже до верха не дошли. То есть можем еще, конечно, дернуться вверх и дорасти, да, какой-то, да, более внятной зоны продаж, откуда могут возобновиться продажи. Но мне кажется, могут продажи возобновиться прямо уже сегодня. Да, ну, конечно, пятница, сейчас еще новости, там, процентная ставка может, конечно, в диапазоне остаться этот инструмент и никуда не пойти. Соответственно, сейчас еще раз скажу, что возобновление, да, плохое, и я жду все-таки какой-то поход вниз, либо с каким-то заходом наверх, либо уже с текущих можем пойти. Кстати, по поводу еще идеи, что мы все-таки вниз пойдем, вот на индекс ММВБ, если посмотреть, что здесь происходит. То есть мы 9 апреля резко упали вниз, и вот этот вот рост, он больше похож на коррекцию, на откат. И сейчас мы в зоне продаж, которая была изначально, ну, тем местом, от которого мы так сильно отвалились. И сейчас мы в эту зону подошли. И отсюда, и зоны продаж, я все-таки ожидаю возобновления продаж. Хоть здесь у нас и такой сильный бар роста, да, но, тем не менее, здесь большая наполненная дельта покупок, зеленая. Это говорит о том, что шли большие покупки по рынку, скорее всего, это были покупки мелких игроков, и они давили вверх. Соответственно, ну, профессионал, он может быть, и, скорее всего, продавит цену. Да, тут что-то опять меня сверлить. Опять меня сверлить начали. Не вовремя. Но я, в общем, жду по ММВБ, по индексу, все-таки похода и закрепления ниже 22800. Соответственно, вот это вот вверх будет ложный выход, Аптраст. И, соответственно, если вот такой заход будет, то и РТС пойдет вниз, и, соответственно, весь российский рынок пойдет вниз. Вот я сейчас смотрю, да, ММВБ еще сильнее. Вот с утра мы упали, сейчас это падение продолжается. Тем не менее, да, от такого вчерашнего бара роста ожидается поход вверх, и есть поддержка у нас в районе 2280. От нее, конечно, ожидается отскок. Если этот отскок будет слабый, и мы не сможем даже хай обновить, то, скорее всего, пойдем вниз. И вот как раз от 2280 сможет посмотреть продажу. Вот. И, соответственно, такое же ожидание по индексу РТС. Что мы сначала, ну, можем сходить немножко, ну, хотя уже, наверное, вверх не можем, но сможем сходить. Так. А меня слышно, если вот, или не очень по звуку? Отлично, Даниил, не обращайте ни малейшего. Даниил, говори. Хорошо, буду тогда продолжать, надеюсь, меня будет слышно лучше, чем звук посторонний. Вот, почему я жду по РТС все таки, наверное, какой-то может быть еще заскок вверх. Потому что вчера видим такую вот зону, где были вышли большие отзоны, и эту зону полностью поглотили. Соответственно, сейчас идет тест этой зоны, от которой могут возобновиться покупки. То есть, если эти покупки возобновятся, то мы как раз можем сходить выше, ну, куда-то вот в район 116-116-500. И уже оттуда могут включаться продажи. А пока мы сейчас находимся на потешке. Ну, вот такой, да, некоторый зеркальный уровень и объемный уровень. Лучше здесь вход не производить. Нам дождаться такого-то подхода наверх, а потом уже вниз. Либо, если уже пробьют и закрепятся ниже, смотреть вниз. Но я вот не сторонник внутри диапазона, где-то в середине совершать сделки. Лучше всем подойдем вверх. Какой-то, может быть, ложный вынос нарисует, и тогда пойдем вниз. Либо уже как-то при выходе из этого диапазона заходить в сделку. Так, ну, это идея, в общем, по РТС. Мы сейчас на подходе приближаемся к поддержке в районе 114, ожидаем какой-то отскок. Вот, можно попробовать внутри дня этот отскок взять. Так, по рубль-доллару тогда давайте сразу перейдем. Я смотрю, что на рубль-долларе у нас идет от зоны покупок такой хороший рост. Причем этот рост идет и с объемами, и даже прогресс есть. Все продажи, которые были, они у нас идут на уменьшающемся объеме. Но, тем не менее, здесь есть зона продаж, от которой мы хорошо так уходили вниз. Вот, бары такие прям сильные, сильные были продажи. Вот, вчера объемчик тоже выделился, такой большой, прям на верхушке. И от этого объема, наверное, будет какая-то коррекция. Лонг лучше смотреть при пробитии этого сопротивления, и только тогда вверх. Но, тоже я бы аккуратно смотрел в лонги после обновления максимум, потому что все равно выше. Вот я сейчас не склею, включу. Выше здесь тоже есть продажи. И вот на часовике они как раз есть в районе 6470 и 63700, 63800. То есть, даже если мы вверх пойдем, то продажи могут отсюда возобновиться. То есть, аккуратно здесь лонги смотреть, потому что уже опаздно мы подходим к зонам продаж. Вот, на прошлой неделе мы как раз, да, говорили, встречались 20-го числа. Вот, когда был первый отскок такой вверх, я как раз советовал из этой зоны покупок смотреть в покупке и пытаться лонговать. Сейчас уже очень большой риск входить в покупки. Можно, конечно, внутри дня попробовать какие-то идейки отрабатывать. Давайте посмотрим сейчас на часовике, что можно отработать. Как я уже сказал, да, объем вот выделился вчера, но от этого объема продажи были слабы. Поэтому, может быть, и мы их будем пробивать. Пробивать откуда и где можно попробовать посмотреть внутри дневные сделки. Так, 25-го апреля была вот такая проторговочка. Потом утром дали такой сильный объем, от которого ушли вверх. Поэтому при снижении, при снижении в зону 62-800, где был как раз таки этот объем и эта проторговка, могут возобновиться покупки, как раз, которые могут привести нас на перехай, и как раз мы попадем в зону продаж. Поэтому при снижении, если снижение будет такое слабенькое, еле-еле, 62-800-850 можно посмотреть на покупку. Но сейчас новости, да, скоро будет процентная ставка, и будет такая волатильность большая, могут выносить во все стороны, могут, например, даже сильно пролить, и мы можем все-таки, например, на коррекцию пойти вплоть до 62-240, потому что здесь были продажи от этой зоны, мы эти продажи поглотили и ушли вверх. Поэтому даже здесь есть поддержка. Мы можем даже вот отсюда дойти. Так, на 10 минутки, что у нас по рубль-доллару? Ну, видим, что, да, была вот зона проторговки, и хаи. Мы от этого уровня отскакиваем, 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 но все максимумы, они все ниже и ниже и ниже, нет обновлений максимумов, поэтому и у меня такое закралось мнение, что вот этот покупатель, который сейчас есть, он не пробует, и вверху отверху отверху отверху. Будем смотреть дальше Сбербанк. Сбербанк, он самый слабый. Сегодня с утра я делал обзор у себя на канале и говорил, что у нас 22500, вот уровень, от него могут начаться продажи. Собственно говоря, с утра мы сразу пошли вниз и отыграли весь диапазон, который у меня был в плане, то есть продавать вот от верхней границы, и мы как раз дошли уже 500 почти пунктов, там, ну, 450, прям с утра в течение двух часов. В принципе, мою идею на продажу уже отыграли. Я хотел либо какой-то вынос вверх и слев вниз. Да, хорошо, тогда Александр вот просит ссылку на свой канал. Сейчас я тогда к концу обзора отправлю ссылочку. Вот, у меня был план либо обновим максимум, как мы любим, то есть обновляем, да, ложный выход и обновляем. Сбербанк это очень любит, поэтому я ждал, как он будет. Но этого не дали и мы сразу пошли вниз, что очень плохо, потому что для притягивания чуть не было точки. В конечном моменте на 10-минутке, даже на 10-минутке, видите, отсюда не дали никакого даже отката, просто слились, проторговали, опять пошли вниз, опять проторговка. Но сейчас мы уже на поддержке находимся, вот где был отскок такой довольно сильный. И сейчас уже входить в шарты нецелесообразно. Надо будет смотреть, как будут возобновляться покупки. Если будут импульсы, да, вверх, и будем обновлять максимумы, то, может быть, в диапазоне будем отыгрывать как раз-таки сегодняшний день, пятницу. Все перед выходными, наверное, не хотят куда-то двигать цену, двигать рынок, поэтому можем в этом диапазоне и остаться. Так, по Сбербанку, да, я сказал, что она была, ну вот у меня по плану был здесь вход в шорт, но ее не дали, сейчас мы на поддержке. Можно, в принципе, попробовать, да, так от уровня лонг поискать. Но я почему говорю, что я жду все-таки шорт, потому что мне не нравится ситуация именно на Дневке. Почему не нравится? Потому что тоже похоже, как на РТС была, вот проторговочка, был выход такой вроде бы импульсный вверх, да, даже пробили вот локальный максимум, но закрепиться не смогли, и весь этот рост слегка. 2600 под этот уровень ушли, и от него отскаживали. Собственно, я не взялся. Возобновление покупок от 22000, оно очень слабое, и дождь, что следует жить. Поэтому я ожидал, что идите уровня 22 вниз. Но, как знать, может быть, все-таки сейчас возобновится покупателя, и хорошо возобновить свои покупки, потому что пока он слабый, он может сделать такой стиль, если он варьбанит. Вот, так что никто не застраховывал. Тем более, сера, была зона объемная, от которой, да, мы резко пошли вверх на пересаду. И после теста опять покупки начались. Сейчас мы опять в этой зоне, и, возможно, опять покупки возобновятся. Так что, наверное, по Сберу локально может какой-то начаться отскок вверх, либо он локальный будет, мы дойдем опять до 22400, и продажи возобновятся, либо, если будет он сильный, то можем пойти вверх. Так что, если будет такой вот еле-еле рост в течение дня, то можем пойти вниз хорошо. На 10 минутке я уже, да, тоже показывал. То есть вот мы оттестили зону, да, на часовике сделали такой вот тоже вынос вложенный, и сразу пошли вверх, отскочили. Сейчас мы опять подошли к этой зоне. Тут и объемы даже были, довольно-таки хорошие, поэтому, скорее всего, будет возобновление покупок отсюда. Так, и Звербанк разобрали. Если двигаться дальше, то у нас нефть по плану. По нефти у меня тоже сейчас... Сейчас я включу. Видим, да, восходящий канал, я о нем уже много раз говорил. Мы сейчас в верхней границе, и вот этот вот запил, мне тоже он очень не нравится. И куда здесь выход будет, пока под вопросом, но я больше смотрю, что мы все-таки в канал зайдем и пойдем ниже. Почему? Потому что, опять-таки, вот тут зона покупок, зона поддержки, от которой покупки вот такими были, свечками, такими барами закрывались высоко. А сейчас у нас бары от этой зоны идут очень плохо. То есть идет плохое возобновление покупок. Причем и объем уменьшается, и сам прогресс уменьшается на движении вверх. То есть раньше был такой вот объем, сейчас он намного меньше. Поэтому и как раз мы вот в зоне продаж, от которой я и жду вниз. Собственно говоря, с утра мы как бы вниз и начали идти. Возможно, мы резко начнем снижаться вниз, но вопрос, да, потому что вот здесь все-таки у нас есть еще зона покупок, от которой могут быть отскоки. На 4-й день. Как это выглядит на 4-й день? Почему я жду в шорт? Потому что вот здесь был такой ложный вынос, да, он здесь и виден. То есть был уровень, мы вышли вверх и резко пошли вниз, причем тут и объемчик был сверху. Сейчас мы к этой зоне подошли и тестируем. Вчера, да, был такой тест, тоже небольшой такой ложный вынос. Оттестировали, и сейчас я жду вот какого-то возобновления, движения вниз, где-то даже к району 73-70. Почему сюда? Потому что, ну, это первый уровень сопротивления, здесь был такой большой объем, от которого отскочили. Сейчас вот может быть вот такой какой-то откат в эту зону. Соответственно, еще что, какой может быть уровень, который сопротивление окажется, это 74, ну, это 2, потому что мы видим протестальные уровни, которые пробили, аффицировали, закрепили, да, вроде бы, и от него можно отскочить все-таки вверх. Но, тем не менее, более высокий таймфрейм, там, дневка говорит, что у нас покупки отбивают, и смогли продаж, и могут продажи хорошо возобновиться. То есть, сверху мы продаем, когда цена пойдет вниз, то там можно попробовать какие-то покупки смотреть. Но, тем не менее, мне не нравится то, что мы вот в диапазоне сейчас двигаемся, и лучше всего от границ играть, сверху, соответственно, входить, ну, в шарты, снизу покупать. Такой основной план, то есть, по инструментам РТС, Си, Сбербанк, Бренд и МВБ. Если какие-то более конкретные вопросы сейчас интересуют, я сейчас, да, отберу ссылочку на твой канал. Вот. Давай. Так, сейчас скопируем. Вот. И я вижу вопрос, Дмитрия, можно ли нефть брать в шорт от цены 74,20? Так, шорт от 74,20, вы хотите отсюда брать в шорт. Ну, если мы пробьем эту зону, да, и при закреплении ниже, вы имеете в виду вот здесь, да, точку. Если так, то, ну, потенциал здесь очень ограничен, потому что следующая поддержка, она очень близко. То есть, вот здесь был объем, здесь был объем, и против вот таких вот объемов я не очень люблю заходить, ну, это прям в поддержку шортить. Мне больше нравится вот это сверху. Вот, например, с утра мы слились, да, такой был импульс вниз, и мы оттестировали. Вот здесь по 74,70 была очень хорошая дробь обхода, например, со стопом на эту проторговку. Дмитрий пишет, шорт от 74,20 до 73,40. Вот такой он видит, шорт. Ну, в принципе, вот, да, у нас есть такая вот проторговка, такой вот диапазон. но если мы вот сюда выйдем, здесь закрепимся, оттестирую, то, ну, в принципе, да, можно уже этот диапазон отыгрывать, но частично лучше фиксироваться по 73,70. Вот такой план, если реализуется, то, может быть, вполне, да, отыграть такую. Спасибо вам за ваш обзор. И вам. Илья Кравцов хочет задать вопрос, пожалуйста. Да, давайте, Илья. Илья, его ремонт уже закончился, уже никто не следил. Нет, идет, идет, я просто в другом месте. Вопрос такой, значит, я пробовал также этот Tiger Trade, да, ну, я так понимаю, не как у Атаса множество подключений, то есть через разных брокеров. Вы через какого подключеного? Ну, в Tiger Trade я работаю через Борсу, ну, через комптрейдинговую, пробтрейдинговую компанию, то есть у меня здесь подключение, сейчас вот такое. Это не брокер, это пробтрейдинговая компания. Вот, ну, я понял, понял, откуда поступают объемы? Просто я, мне напрямую, прежде чем, ну, как бы получить даже демо-версию, да, напрямую звонил, то есть человек спрашивал, то есть, кто этим занимается, то есть платными версиями и так далее. Я у него спрашивал, через, ну, через вообще, что и как идут, поступают объемы, откуда берутся. Он мне, ну, не совсем хорошо ответил, ваш объемы откуда поступают? Ну, вот, через подключение мы работаем через Плаза-2, то есть это напрямую, я так, как я понимаю, берутся объемы с биржи, с ямы. То есть это даже минуя всех брокеров, а прям напрямую с биржи. Я понял, спасибо. То есть обычно, да, Tiger Trade, он работает через там транзаконнектор, либо через Квик, то есть вот эти все посредники, они могут искажать, конечно, данные. Ну, потому что тот вариант, который он мне предложил, я подключился, там шли, он сказал, вообще через брокерскую контору, через Форекс, и там были подвальные объемы, и поэтому я от него отказался. Форекс, с Форексом, конечно, вопросы, как там, и что это, вопрос, наверное, к брокеру больше, и откуда он данный бьет. Tiger Trade, к нему что подключите, то и будет показывать, он не зависит, по сути. Я понял, спасибо. Да не за что. Спасибо, Илья, за вас. Еще вопрос. Александр пишет, Даниил, а вы обзоры делаете на своем канале каждый день? Александр, стараюсь каждый день делать обзоры, но бывает через день, если не успевают с утра выложить и снять видео, а так да, стараюсь каждый день. Так что подключайтесь, буду рад, что там какая-то активность тоже будет идти, комментарии, какие-то вопросы. Можно там каждое утро обсуждать ситуацию. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Илья Николаевич. Надеюсь, я не сильно вас с шумом этим сбил с торгового настроения. Всем удачи, хороших торгов и профита. Отлично закрыть месяц. Спасибо большое, Даниил. Удачи. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok